Sony Xperia S Посмотрим, что он из себя представляет Так, здесь у нас кнопка для фотографии или для начала съемки видео Здесь у нас громкость, тише и громче Здесь у нас порт HDMI для подключения к компьютеру Здесь у нас microUSB, порт для зарядки и для соединения с компьютером Кнопка включения-выключения 3.5 разъем под наушники Здесь у нас динамик для разговора VGA-камера Микрофон Динамик для воспроизведения музыки Светодиодная вспышка И камера 12-мегапиксельная С оптикой от Sony Sony известна своей хорошей оптикой Вот так В общем-то, внешний телефон достаточно оригинален Никого вроде не повторяет Сейчас мы посмотрим, что он из себя представляет внутри Внутри у нас установлена операционная система от Google Это Android Gingerbread последняя версия 2.3.7 С точностью можно сказать, что очень скоро появится обновление То есть уже выйдет Ice Cream Sandwich 4.0 Android для этого мобильного телефона Потому что он совсем новый У него очень мощное железо В общем-то, почему бы для него не вышло обновление Итак, посмотрим, что у нас и так есть уже внутри Из необычного Ну, пробежимся по стандартным приложениям Это контакты, телефон, сообщения, браузер, музыка Настройки, будильник, камера, e-mail, галерея Facebook, календарь, карты Opera Mini, Adobe Reader, Google Plus Ну вот, в общем-то, видно, что тут новое, а что нет Сейчас расскажу о чем-то совсем новом Новое Play Market Он тут совсем недавно обновился В общем-то, это тот же самый Android Market Можно там скачивать приложения и так далее Здесь еще есть Timescape Он объединяет у нас различные события с разных соцсетей В общем-то, если вы привыкли там планировать свои события Вам это очень удобно Дальше, что еще есть? Локатор для определения своего местоположения Справочное Это приложение, которое поможет вам освоить мобильный телефон Если до этого вы не имели опыт общения с Android То, как бы, он вам покажет популярные темы, которые часто задают видеоучебники различные Краткие советы по эксплуатации и так далее Также из интересного есть Flash Player Settings Это приложение, которое устанавливает различные установки для флешплеера То есть у нас полноценный флешплеер на этом мобильном телефоне Есть Google+, чат в Google+, Media Remote Это приложение для управления телевизором То есть, когда вы через HDMI подрубаете его к телевизору Можно им так управлять, как пультом Есть еще голосовой поиск от Google В общем-то, это не новая McAfee Security уже стоит антивирус 3D-альбом Это, в принципе, альбом для фотографий Который 3D-камера Но это довольно необычное приложение Тут нужен некоторый навык съемки 3D-фотографии Иначе вас не получится снимать Ну, также есть Office Suite Он уже довольно-таки давно на Android Это приложение, которое читает офисные файлы В формате Word, Excel, PowerPoint и так далее Вот так Что еще можно про него рассказать? Тут у нас всего 3 кнопки Это кнопка назад Домой И меню Вот это сенсорные кнопки Они вот здесь обозначены точками То есть, не нужно же сюда Сразу понятно, где эти кнопки находятся Посмотрим, какие есть виджеты Тут у нас догрузка музыки Здесь у нас музыка и видео Google поиск, естественно Здесь у нас приложение для общения с друзьями было Это у нас как бы погода Что еще? Справка тут же Тут у нас в самом меню есть мультимедиа Отделение Здесь у нас галерея музыка, FM-радио, камера Для FM-радио, понятно, нужно подключить у нас гарнитуру Сейчас включу вам камеру Чтобы можно было убедиться Для сравнения могу сказать, что эта камера снимает точно не хуже, чем у айфона 4S Может быть даже лучше кому-то покажется Здесь очень много настроек для камеры Сейчас пойдем в галерею Вот видите, здесь у нас настройки Разрешение Условия съемки Вспышка Таймер автоматический Распознавание Улыбки Режим фокусировки Экспозиционное число ISO Баланс белого В общем-то море всего Так вот, люди, которые привыкли, что Они фотографируют с помощью мобильного телефона Для этих людей этот телефон просто находка Замечательная камера Наверное, одна из лучших в своем классе Пойдем в галерею В галерею что у нас? Посмотрим на различные изображения В частности, тут замечательный у нас экран Сейчас я вам еще продемонстрирую видео Тут у нас есть уже одно видео Можно сделать громче Слышка у нас достаточно хорошая Громчий динамик Вот так На самом деле, видите, довольно интересная цветопередача Как бы она более реальная Нравится очень этот экран Честно говоря, буквально один из самых приятных Экранов мобильных телефонов, которые я когда-либо видел Ну вот так Что еще можно рассказать про него Давайте поговорим о технической составляющей этого телефона Итак, у него одно из самых мощных процессоров в своем классе Это двухъядерный полтора-мегагерцевый процессор Qualcomm Это видно, видите, у нас он не зависает Быстро бегает Тут у нас еще гигабайт оперативной памяти И 32 гигабайта встроенной памяти Довольно много В общем-то, почти как винчестер Только быстрее И чтобы продемонстрировать вам, что у нас все хорошо работает Железо Поиграем в одну игру Как бы всем понятно, что для Android это старая проблема Как бы то, что игры работают не очень хорошо Висны плакают Сейчас он предмассирует, что все хорошо Видите, игра не лагает, не завертает Машина не тормозит Хотя, в общем-то, просто достаточно такая графика весомая должна быть Вот понятно Ну, видите, мощное железо Сейчас выйдем в основное меню Вот так вышли Посмотрим еще одну игрушку Angry Birds, в общем-то, она старая Но на некоторых Android она шла не очень хорошо Тут она идет идеально Сейчас посмотрим Видите, какая яркость экрана Очень нравится Пойдем сюда Безплатная игра по этим рекламам Ну, в общем-то, зато мы посмотрели, что очень удобный Он как игровой телефон Он не зависает У нас тут железо хорошее Что еще можно рассказать? В общем-то, нужно поподробнее сказать о экране У нас тут 16,5 миллионов цветов Цветной ТФТ У нас сенсорный емкостный дисплей Диагональ Какая у нас? Это 4х3 дюйма Размер изображения у нас 720х1280 пикселей Есть автоматический поворот экрана Ну, это в приложениях В общем-то, очень хороший экран Как я уже говорил про цветопередачу Она очень нравится Она очень реальная Ну, вот, очень приятная Нужно сказать про вес телефона 144 грамма Ну, если с чем-то сравнивать Даже трудно сказать, насколько он... Он скорее ближе к среднему весу Он и не увесистый такой Для своих размеров Ну, и не очень легкий Итак, посмотрим, что у нас есть в комплекте поставки У нас вот такая коробка Сейчас я открою Посмотрим, что у нас тут А, тут у нас полоски для телефона Вот так Здесь у нас много бумаг Посмотрим сейчас их все Вот это у нас от Sony Ericsson Декларация Декларация Что у нас должно быть Вот это у нас гарантийная карточка От Sony Ericsson на один год А здесь у нас бумаги Тут это как снимать заднюю крышку Управление сенсорными кнопками Еще какие-то бумаги У нас здесь важная информация о телефоне Также руководство по запуску На русском языке От Sony запасные части к наушникам Ну, видно, что это фирменный телефон А это у нас провод Для связи с компьютером HDMI Вот так У нас он здесь в комплекте Как я уже говорил Что еще есть Это у нас microUSB Видите, какой он интересный угловой у нас Довольно длинный Удобный Тут у нас еще где-то наушники притаились Блок питания фирменный От Sony Ericsson Это у нас стереогарнитура Капельки В Китае сделано довольно удобно Вот так В общем, всем спасибо Подписывайтесь на наш канал Куикру Субтитры сделал DimaTorzok